Золотая маска Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, Пермско-культурные волны, театр-практика, политеатр. В общем, много чего живого и значимого. Но мне кажется, что самое живое – это то, что рождается. Поэтому я вас спрошу, что за огромный спектакль и не только запускается в горах рядом с Сочи. Спасибо за этот вопрос. Я рад, что с него начинаем, потому что это действительно проект, с одной стороны, из числа нескольких, которыми я занимаюсь, и моя команда, которые погружены. Но, с другой стороны, честно признаюсь, что, конечно, он нас волнует больше всего и вызывает наиболее сильные эмоции. Никто не строил театр в горах, никто не ставил такой задачи. Во всяком случае, в нашей стране. Наверное, на Западе с его такой большой же традицией национальных развлекательных тематических парков есть этот опыт. Мы только подходим к этому вопросу, к этому вызову, который… Сама постановка вопроса, она невероятно интересна. Можно ли на курорте сделать что-то, имеющее отношение к настоящему актуальному искусству? И мы решили в Олимпийской деревне на курорте «Роза Хутор» построить театр, настоящий театр, бескомпромиссный, под открытым небом, но спроектированный прекрасными, блестящими архитекторами. Я имею в виду бюро «Ваухаус» Дмитрия Ликина и Олега Шапира, которые в Москве много построили. И все, что касается набережной музеона, парка Горького, визуальных, архитектурных решений, которые лично мне очень симпатичны и близки, это дело их рук и их мозгов. Они спроектировали театр, а мы сочиняем спектакль оригинальный. Это, конечно, риск, потому что взять готовое шоу, представьте. Готовое, успешное, которое хорошо уже обкатано, уже проверенное на зрителях, и перенести его. Это одна история. А другая – сочинить музыку, связаться с декорациями, попасть вот в эту вот тягомотину, как часто бывает с производством, с какими-то неприятными факторами, которые обязательно возникают. Это художественный риск, мы знаем, что такое театр, но, с другой стороны, мы за это и любим его. И мы собрали потрясающую команду. Я абсолютно счастлив работать с этими людьми. Прежде всего, это композиторы Павел Карманов, ученик Владимира Мартынова. Мы оба себя считаем учениками этого выдающегося музыканта и философа. Недавно Павел как раз с Владимиром Ивановичем Мартыновым работал вместе с Любимовым в Большом театре над редакцией Бориса Годунова. Ну, я не буду перечислять заслуги всех людей моей команды, они велики. Мы, конечно, не гарантируем выдающейся постановки. Я не могу обещать, что это будет событие какого-то невероятного масштаба. Но мы все сделаем, что от нас зависит. И Павел Карманов пишет музыку, Илья Хмыс пишет музыку, Нана Абдрашидова – блестящий художник. Очень разный, очень чуткий. С одной стороны, она выпускает спектакли в «Современнике» и в «Театре Фоменко». А с другой стороны, у нее есть опыт именно таких необычных открытых шоу с Василием Бархатовым, например. И здесь мы встретились, нам интересно друг с другом. Мне интересно работать с блестящими певицами Теоной Контридзе и Юлией Волковой. Есть целая группа местных ресурсов. Об этом нужно говорить. Мы не некие экспортеры, мы не некие такие столичные звезды. Вот мы сейчас приехали. Экспансии нет из Москвы. Да, и вот мы приехали, и сейчас вас, дорогие сочинцы, научим, как делать хорошие спектакли. Там очень много местных творческих ресурсов, начиная с потрясающих команд брейкдансеров, с которыми будет работать, например, один из групп, один из лидеров группы «Предейтерс», ни много ни мало чемпионы мира по брейкдансу. И сочинские кадры, творческие, молодые актеры, которых мы приглашаем из Сочи, из Краснодара, из Ставрополя у нас есть люди, помимо московских. То есть это такая сборная, которая собирается буквально в эти дни. У нас в разгаре репетиции, в разгаре подготовка. Уже с июля мы играем в спектакль. Каждый день 120 спектаклей сыграть в сезон до конца октября. Вы знаете, это, конечно, задачка не из легких, но интересно. Это задачка не из легких, если вспомнить книгу, написанную Юлом Бриндером, который играл каждый вечер один спектакль, вот там это все очень живописно. Для русских актеров это вообще сложно. Они ведь привыкли сегодня Гамлет, завтра Тригорин, послезавтра что-то в детском спектакле, зайчиком попрыгаю, потом выходной пару дней, а потом еще что-нибудь. А здесь, ну в общем, это такая тоже и психологическая какая-то история, и психологический вызов. Потому что я знаю, что на пятом, на седьмом, на десятом спектакле, когда играются такие серии, у людей наступает радость, эйфория. Актеры чувствуют, вот я сейчас вошел в спектакль, я в хорошей форме. А вот когда наступает сороковой спектакль, у некоторых случается настоящая, самая настоящая депрессия. А у нас еще дети в спектакле, и много детей. И не просто дети, как, ну, некий такой орнамент для приятных, милых, сентиментарных чувств. Это именно смысловые истории. Мы, сочиняя историю с Владимиром Заболуевым и с Еленой Бачмановой, с моими соратниками, с драматургами, с которыми я много работаю, и, в частности, пасхальный концерт хора Сретенского монастыря представляем, мы представляли в Крокусе. Мы решили, мы решили разобраться очень честно, не боясь острых тем с Кавказом. С одной стороны, нигде не могут любить семью так, как на Кавказе. Нигде не умеют так искренне уважать опыт, возраст родителей. Широкий круг семейный. Не маму с папой, а дядю, тетю, двоюродного дядю, троюродного племянника. Традиция эта очень сживая, не скушная, а сживая. Брать на себя ответственность за состояние семьи, клана, рода, нации. И потом уже можно начинать и про государство говорить, но нельзя говорить про государство, не решив вопросы вот в этом, на территории очага. Вот я очень хочу вас попросить сделать следующее. Мы с вами поговорили о музыке, мы поговорили о движении, я это услышал. Теперь переключаемся к следующей важнейшей категории этого действа, этого спектакля. Название которого вы тоже, я думаю, обозначите. Это слово. Значит, что это будет? Это будет синтез того, что мы сейчас перечислили? Музыкальный ли это спектакль? Или это драматическая история? При всей важности музыки, движения, мы, конечно, ну, литература центрична, что здесь скрывать. Я всю свою жизнь работаю с драматургией, с поэзией, со словом. И спектакль, ну, уже по названию, в общем-то, наверное, достаточно много говорит. Кавказские пленники. Так мы решили, не боясь назвать нашу работу. Аллюзии. Мы, конечно, мы, конечно, апеллируем и к Пушкину, и к Лермонтову, и к Толстому. В меньшей степени к Гайдаю, хотя тоже не самый плохой референс, что называется. Но дети в нашем спектакле задают очень резкие, очень серьезные вопросы взрослым. Почему вы все время воюете? Почему во всех ваших книгах, сюжетах, даже гениальных, даже хрестоматийных, отец должен убить суженного дочери, дочь утопиться, отец сойти с ума. Герой обязательно должен иметь несчастную любовь. И вот эти даже на уровне классики, великой классики, Толстого, Достоевского. Да, и Лиады. И так далее, и так далее. И, да, Амедея. Конечно. Амедея, о которой мы говорим, это, господи, но это сперва ради любви пожертвовать родным братом, потом убить своих детей на пике несчастья. И дети в нашем спектакле ставят этот вопрос очень остро. Они хотят выйти за этот круг. С одной стороны, это вечные, конечно, вопросы и вечные сюжеты. Но мне кажется, что сегодня эти вопросы актуальны не меньше, чем в середине XX века или во времена Гомера. Дети не хотят жить по законам войны. Дети хотят вернуться в то райское состояние, которое мы помним, как бы ни были мы грязны и ветхи. А вы здесь с Голдингом не согласны, повелитель мух? Нет, я думаю, я, конечно, не согласен. Нет, нет. Я думаю, что есть дети и дети, так же, как и взрослые и взрослые. Я думаю, что, конечно, ну, это известная история, никто не бывает так жесток. Достаточно вспомнить истории, которые описывают психологи, говоря о том, как дети относятся к животным. То есть это такое, что... Или к своим ровесникам. Я верю в то, что дети могут воспитывать взрослых. Вот, может быть, это немножечко искусственно звучит, как некая формулировка, формула. Но я знаю, верю и имею самые разные опыты и личные, и наблюдения того, что не только родители растят своих детей, но приходит время, а иногда даже и не приходит время, а с самых первых моментов жизни, с самых первых дней, месяцев, дети оказываются потрясающими учителями. Христос говорил, будьте как дети. Христос учил людей, проповедовал и апостолам, и людям в городах о том, что этот опыт, опыт детского незамутненного восприятия, он очень дорог. Я думаю, что это не лакировка. Я думаю, что... Надеюсь, что мы сможем сказать, что это честно от души. Главное, чтобы это не была иллюзия, потому что, как бы мы по этому поводу не рассуждали, все равно героев нашего времени мы ищем... Мы привыкли искать не среди детей. И дети ищут не среди своих сверстников. Мы все пытаемся найти героя нашего времени. Я не говорю... Я говорю о настоящих личностях, не о странных персонажах, всплывающих в интернет-серфинге, а о могучих людях. Вы понимаете, о ком я говорю? Пока вот наше время Баха, Моцарта и Пушкина не рождает. Может быть... Но мы знаем о Моцарте как о абсолютном гении, гений, которого проявлен уже был в самом-самом раннем, самом детском возрасте, конечно. С одной стороны, да, не рождает время наше Бахов и Моцартов. С другой стороны, давайте посмотрим, как молодеет культурный герой. Теперь название. «Кавказские пленники». Еще раз мы это проакцентируем. «Кавказские пленники». История, с одной стороны, классическая история плена, история войны, история войны двух кланов. С другой стороны, нам все-таки дорог и такой вот комедийный момент. Без лишней назидательности. Когда прекрасные пляжи, когда эти невероятные горы, когда курорт, когда море. Но кто из нас не почувствует себя пленником? Мы действительно кавказские пленники. Я приезжаю в Олимпийскую деревню, я вижу вот кавказский хребет в качестве декорации. Ну что может быть лучше? Я очень сильно... Людовик Маварский был мудрый человек, он тоже выбрал хорошую декорацию. Да, неплохие, да. У него были декорации, и может быть это повлияло на Вагнера вполне себе. Определенно, определенно. Тогда и возникает масштаб гибели богов, или, пускай, божеский масштаб. Спасибо вам большое. С нетерпением ждем кавказских пленников. У вас действительно потрясающая команда. Это все, что касается выработки идей нестандартных, небанальных, нетривиальных решений. Это все к вам. Так что с удовольствием будем ждать. Спасибо. Приезжайте в Сочи, приезжайте в Розу Хутор. Эдуард Баяков сегодня в главной роли. Низкий поклон за то, что провели время в нашей компании. Обязательно увидимся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин